Вы на канале Аксона Гетьман Телеклуб и сейчас мы с вами поговорим о проекте «Одружение на Ослип», о последнем выпуске, где был роман Юля. Хочу с вами поговорить и о наивности Юлии, чтобы вы не совершали таких же ошибок, как она. Вдохновлена Еленой Архиповой, разберу с вами это шоу с психологической точки зрения, потому что тоже имеют такое образование. Юля милая, добрая, наивная девушка, терпеливая, потому что работает в довольно брезгливой сфере. Также она заканчивала социальную педагогику, работала даже в детдоме, сталкивалась с разными ситуациями в связи с профессией и все равно смогла и работала, поэтому я ее считаю довольно терпеливой. К тому же при всей своей красоте еще и невысокомерной. Возможно, она не особо умна, но тем не менее не глупа. Высшее образование имеет, дело в руках имеет, это тоже достойно похвалы. Мне очень не понравилась критика будущей а-ля свекрови о том, что она работает мастером маникюра. Все профессии важны и все профессии нужны. Этот выпуск будут смотреть молодые люди, девушки, потому что это в основном передача для молодых женщин, для девушек. Так даже на сайте 1плюс1 написано. И это телешоу получается так же, как и Инстаграм, воспитывает культ богатства, культ роскоши. Но ведь действительно все профессии нужны. Это же абсолютно неправильно, унижать человека за работу. Уметь делать что-то, уметь делать что-то хорошо, тем более делать что-то такое полезное людям, как маникюр и педикюр, сохранять, собственно, здоровье людям. Это очень благородно. Одно из главных ошибок Юлии, я считаю, это то, что она ему слишком легко досталась. Буквально на второй день знакомства у них уже был интим. А это совершенно неправильно. Женщина должна быть недоступной. Эта ошибка и сыграла с Юлией злую роль. Она открыла свое сердце, отдалась мужчине, а на второй день узнает, что у него еще незавершенные отношения еще с кем-то, что он вообще бабник, у него там под 100-200 женщин, неизвестно сколько. А это ситуация типичная. И сохранять себя нужно не для того особенного мужчины, а для себя. А понимать, что тебя достойны только те, кто готовы заплатить самую большую цену, отдать тебе свое сердце. А для этого нужно просто жениться. О романе мы поговорим в следующем видео.